Друзья, день добрый. Приветствую всех, рад видеть на вебинаре компании 1SBitrix. Здорово, что мы все вместе все здесь по теме, которая обозначена у нас на слайде. Меня зовут Михаил Беляев. Я сегодня буду вместе с вами говорить, рассуждать и модерировать сегодняшнее мероприятие и чуть-чуть скажу по сегодняшнему регламенту, что у нас сегодня будет. Давайте я сделаю чуть крупнее и буду чуть-чуть громче. Итак, сегодня мы будем говорить про клиентов и соцсети, и вроде как настала пора снова про это пообщаться с вами и не просто напомнить, а переосмыслить много изменений, касающихся соцсетей сейчас вокруг. Нужно понимать, в какую сторону идти, что делать, и сегодня как раз мы пройдемся по ответам на эти вопросы. Вопросы вы присылали заранее, мы их тоже посмотрели, тоже учтем, но и с текущими вопросами тоже понятно, как быть. Вы уже освоились с чатом, там большое количество приветствий пока друг друга, это здорово, хорошо. Чат можно использовать в том числе для вопросов. Ну, скорее нужно даже использовать для вопросов. Вопросы спикеру сегодняшнему, который вещает, и вопросы, которые касаются Bitrix24. Немножко по регламенту я пройдусь в самом начале и пойдем в основной контент. Мы сегодня с вами полтора часа примерно. Мы это время разобьем на две, ну, может быть, не совсем равные, но две логические части. В первой части мы поговорим про соцсети, про изменения в этом формате, про изменения каналов и про то, как работать в текущих каналах в российской действительности сейчас. Во второй части мы поговорим про Bitrix24 и про то, каким образом система, CRM-система Bitrix24 помогает работать с клиентами из соцсетей, ну, и вообще с клиентами. Какой там есть, ну, наверное, не лайфхак, а какая рекомендация есть для работы и с соцсетями, и с текущими клиентами. Вот в таком формате. Вопросы по Bitrix24 можно задавать и сейчас. Пожалуйста, в чат совершенно спокойно. С нами вместе сегодня три команды опытных партнеров, которые многим клиентам помогли освоить Bitrix24 и работать с ним сейчас и в будущем, которые отлично понимают продукт. Вот они в чате у вас прям нарисованы. Можно на них посмотреть, даже перейти в карточку, почитать некоторые кейсы, если будет потом минутка. Отлично. Значит, по регламенту все понятно. Вопросы в чат. Мы сегодня в двух частях. Полтора часа времени у нас на все про все. Мы две минуты уже торжественно потратили, и давайте контенту ближе двигаться. Итак, поскольку мы сегодня говорим с вами про социальные сети, мы, конечно, говорим с экспертом в этой области, с человеком, у которого огромный опыт и изменений, и появлений новых социальных сетей, и вообще поведения в социальных сетях, чтобы понимать, как там работать, какой контент заходит, и вообще какие каналы, какие соцсети сейчас выбрать. Это, конечно, Дамир Халилов. Я думаю, что вы его знаете, и поприветствовать Дамира сейчас нам всем предстоит. Дамир, появляйтесь в эфире. Так, Дамир с нами на прямой связи. Сейчас мы все подключения проверили, и теперь Дамир должен появиться у нас в эфире. Да, вижу, появляется. Так, Дамир, видно ли, нас слышно ли? Да, как меня слышно, как меня видно. Так, я вижу и слышу. Отлично, друзья тоже можно там. Так, отлично. Хорошо. Значит, ну, наверное, Дамир, во-первых, добрый день, доброе утро, раннее доброе утро. Мы синхронизированы по формату, мы не договаривались заниматься. У нас очки водолазки. Значит, основной вопрос, который нас сейчас мучает достаточно давно уже, что же делать? Сильно изменилась обстановка с социальными сетями в России. Нужно как-то переобуваться, переформатироваться и ждать, что все вернется, не ждать и что-то делать. Вот, наверное, сейчас хотелось бы на ключевые вопросы получить такие ответы. Спасибо большое, Михаил. Итак, сейчас подключу презентацию. Окей, коллеги, рад всех видеть. Сегодня, как уже сказал Михаил, в своей части я расскажу про то, как меняются социальные сети, что с ними делать сейчас, как с ними эффектно и эффективно, скажем так, работать. Вот, в процессе, если будут появляться вопросы, задавайте. Ну, какие-то вопросы я буду ухватывать, но основная часть будет, на основную часть отвечу ближе к концу своего выступления. Вот, ну, что, как бы произошло то, что произошло. И сейчас у всех есть актуальная задача не потерять, не просесть вот в эффективности своей работы с социальными сетями. Есть задача, есть задача у многих, конечно же, не просесть в продажах. И для многих вообще, в принципе, понятие социальных сетей ассоциировалось, там, скажем, с Инстаграм, Фейсбук и другими площадками. Вот, и сейчас мы обсудим, что делать, куда идти и как себя вести в изменившейся ситуации. Вот, хорошо. Ну, давайте, давайте начнем со статистики, то есть рассмотрим, что сейчас, что сейчас вот уже, уже изменилось. Значит, есть несколько статистик. Есть статистика от Mediascope, статистика от Brand Analytics. Первое по аудитории, как аудитория перемещается, куда перемещается, что растет, что падает и так далее. Вот. И второе, второе по, второй формат по, второй формат статистики, он по авторам. То есть, насколько больше стали публиковать и так далее. Хорошо. Как я сказал, первая статистика, она была получена. То есть, это последняя пока, которая вообще существует. Она была, ну, то есть, статистика по 20, вернее, по 16 марта, сразу практически после блокировки, как повела себя аудитория. Вот. Мы видим, ну, во-первых, на первом слайде видим, что называется, выгоды приобретателей, да, то есть, кто резко вырос. Вконтакте набрал, здесь указана дневная аудитория, вконтакте, вконтакте, значит, набрал в данном случае 4 миллиона, там, за несколько, буквально, там, за месяц вырос на больше, чем на 4 миллиона. Сейчас эта цифра еще больше выросла. Вчера сами вконтакте опубликовали информацию, что ежемесячная аудитория за март составила уже более 100 миллионов. При том, что месяц назад этот показатель был 71 миллион. Действительно быстро вырос. Быстрее, больше всех вырос Telegram, и это не случайно, то есть, практически всегда, когда у Telegram, когда случаются какие-то пертурбации, когда что-то меняется, Telegram быстро растет. То есть, как, скажем, год назад, когда был сбой у всех сервисов Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram тоже очень быстро вырос. Дальше, собственно, Instagram. Из Instagram есть отток. Как звук убавить. Я буду стараться говорить. Тише, шучу, шучу. Значит, из Instagram предсказуемо есть отток. Ну, вот в данном случае, буквально за несколько дней 5 миллионов аудитории вышло. А TikTok, который не заблокирован, который не ушел, который просто пока приостановил возможность размещать видео, практически по аудитории не изменился. Что интересно, ну, на самом деле причина понятна. Так устроен TikTok, что он показывает как новые, так и старые видео. И у огромного количества авторов, огромное количество старых видео, и он показывает их. То есть, для большинства аудитории это все даже не очевидно, что там что-то нельзя размещать и так далее. То есть, ну, большая часть аудитории всегда зрители, а не генераторы контента. Вот, вторая статистика. Что касается генераторов контента. Значит, здесь авторы. Как я сказал, первая статистика – это Mediascope. Вторая статистика – Brand Analytics. И вот с количеством авторов на всех площадках тоже есть очень, ну, такая сильная, мощная динамика, сильное изменение и прочее. Вот. Во-первых, конечно же, стало расти количество активных авторов. То есть, подавторами, подразумеваемых тех людей, которые что-то публикуют, постят, размещают сторисы, клипы или посты, видео и тому подобное. А надо сказать, что это всегда всех удивляло, но я всегда об этом и говорил, что ВКонтакте и ранее был популярнее Инстаграм именно по ежемесячной аудитории. То есть, на 77 миллионов ежемесячная аудитория была во ВКонтакте и 60 миллионов в Инстаграм. И по количеству публикаций, ну, даже по этому графику мы видим, что еще там до блокировки, собственно, количество авторов тоже было больше. Вот. Это не всегда было, конечно, очевидно, но, собственно, цифру довольно-таки упрямая вещь. Вот. Здесь мы сейчас видим, что ВКонтакте стал резко расти по количеству авторов, Инстаграм резко падает. Источники статистики. Первая статистика – Медиаскоп. Это ключевая исследовательская компания, ну, то есть, которая читает телевидение, интернет и все остальное, да, это, собственно, по ней все живут. Весь рекламный мир по ней живет. Вот. Вторая, вторая, второй источник – это бренд аналитикс. Это компания, которая считает активность именно активных авторов во всех социальных сетях. Делает это тоже лет 10. И это такое ключевое исследование, на которое все всегда ориентируются. В Инстаграме предсказуемо падает количество авторов. Вот. Ну, то есть, в абсолютных показателях. Здесь это уже, кстати, 24 марта и 24 февраля, то есть, за месяц. Вот. Ну, и, в принципе, предсказуемые результаты. Интересны именно конкретные цифры, что больше всего по количеству авторов вырос Телеграм. Туда, как и вне всего, ввели аудиторию из Инстаграма. Вот. И, собственно, больше всего упал также Инстаграм. Так. А почему в графике нет Яндекс.Зен? Ну, в этом графике его нет, потому что Яндекс.Зен, к сожалению, сейчас перестал быть актуальным, как площадкой для продвижения. А по простой причине они отключили рекомендательную ленту. То есть, то, что, то, как всегда продвигались через Яндекс.Зен, как всегда мы продвигались через Яндекс.Зен, то есть, работа с алгоритмом, твой контент попадает в ленту, больше, к сожалению, не состоятельна. Вот. Возможно, они ее когда-нибудь вернут, это снова будет актуально. Ну, сейчас Яндекс.Зен – это, в первую очередь, площадка для таргетированной рекламы, а классическое продвижение не актуально. Ну, и, собственно, собственно, ну, одна из причин, почему там, конечно, резко упало количество авторов, ну, здесь, здесь в этой статистике она не приведена. Хорошо. Это то, что, то, что есть сейчас. По охватам, кстати, интересно, что Инстаграм пока просел, ну, опять-таки, усредненные показатели, это уже мы считаем свои проекты, партнеров проекты, ну, около 200 площадок посчитали по охватам. Интересные показатели. В Инстаграме в среднем упал на 16% охват постов. Практически не изменился охват Stories, по-моему, на 5%, ну, в среднем просел. И немного даже вырос охват Reels за счет того, что, за счет того, что Reels, ну, уменьшилось количество людей, которые размещают свой контент в Reels. Окей, хорошо. Но это то, что есть сейчас. Нам, конечно, все-таки актуальнее ответ на вопрос, а что с этим всем делать. Вот. И из двух частей мы сейчас, то есть в двух частях рассмотрим ответ на этот вопрос. Первое. В целом план переезда, то есть как собрать вещи, куда переехать. На самом деле, какие функции, какие опции привычного всем нам, СММ, там, в рамках Инстаграм, рекламной системы, Фейсбук, Инстаграм и так далее, где, куда, какие опции переносить. Вот. Это первое. Второе. Это мы рассмотрим отдельно возможности продвижения во ВКонтаке. Ну, я хочу сказать, первое, дальше по нему, хочу сказать, что в целом, в целом, конечно же, эксклюзивность Инстаграма, она переоценена. Я тоже об этом часто говорил, что не Инстаграм единый, есть и другие социальные сети, и нельзя, что называется, нельзя, что называется, соответственно, держать яйца в одной корзине, ну и так далее. Все вы это все знаете. Тем не менее, большинство, опять-таки, рекламодателей поступало именно так, и все было в Инстаграм. Вот. На самом деле, все опции Инстаграма не дублируются. При этом понятно, ну, как бы очевидно, что ВКонтакте не обладает тем флером, тем глянцем, тем очарованием, той харизмой, которой там обладали любимые нами площадки. Тем не менее, функционально эти все возможности есть. Более того, там есть много сильных преимуществ, поэтому о них я тоже отдельно расскажу. В целом, два основных вектора переноса своих активностей – это ВКонтакте, который на самом деле дублирует все. В целом, можно даже обойтись им и аудитории, как мы видим, там больше всего в России. Очень жду новое большое ежемесячное исследование «Медиаскоп». То есть, есть повозрение, если те данные, которые предоставил ВКонтакте, правдивы, что называется, то он ВКонтакте станет уже самым популярным сайтом в России, Апуин, Яндекс и Гугл. Росграмм – это неудачная шутка. B2B-аудитория тоже перешла ВКонтакте или больше в Телеге, но хочу сказать, как человек, который с 2006 года работает в ВКонтакте, B2B-аудитория там всегда была. То есть, был долгое время, конечно, стереотип, что там какие-то школьники и прочее, но эти школьники выросли, стали серьезными дядями и тетями. Поэтому аудитория эта там есть, ну и из Инстаграма тоже она частично перешла. Коллеги, давайте сейчас немного не буду, ну давайте сейчас все начнется на контенте, ближе к завершению своей части, я обязательно отвечу на вопрос. Итак, как я сказал, два основных вектора – это переход ВКонтакте и переход в Телеграм. Итак, ну первый вопрос, конечно, который возникает – таргетированная реклама, куда ее переносить. И, то есть, если еще самим Фейсбук, Инстаграм можно пользоваться, да, при желании. То есть, опять-таки, есть мотивировочная часть решения суда, где указано, что можно использовать основные опции без ограничений, ну, при условии, конечно, соблюдения закона. Вот, так вот, если мы говорим о основной части, то можно продолжать пользоваться, а вот таргетированной рекламой пользоваться нельзя. Это и технически сейчас невозможно, и, ну, не буду сейчас опять-таки выходить в дебри юриспруденции, но, в общем, крайне нежелательно запускать ее. Вот, основные четыре площадки для таргетированной рекламы сегодня – это ВКонтакте, и там действительно мощная система таргетированной рекламы. Есть действительно… Позже я расскажу про интересные отличия, интересные опции, но она действительно отличается и во многом в лучшую сторону. То есть, там есть свои недостатки, в частности, например, она менее самонастраивающаяся, чем Фейсбук, Инстаграм. Фейсбук, Инстаграм за счет, ну, вот, огромного международного, по всему миру количества запущенных, запущенных компаний, объявлений, она лучше настраивалась сама, то есть сама искала аудиторию. Во ВКонтакте зато больше возможностей для ручной настройки. Окей. Значит, поэтому ВКонтакте ключевая площадка. Также есть система MyTarget, сюда входит, там, ряд локаций во ВКонтакте тоже, реклама в Одноклассниках и еще на ряде площадок, ну, бывшего холдинга Mail.ru, сейчас он называется ВК. Вот, ТикТок. В ТикТоке сейчас заблокирована возможность показываться непосредственно на Россию, но при этом есть возможность показываться на русскоязычных пользователях. То есть, если задача не только, ну, в целом, русскоязычные пользователи, то ТикТок, тректированная реклама в ТикТоке для этого хорошо подходит, и в ней есть много очень классных, интересных настроек. И также Яндекс.Зен. То есть, в Яндекс.Зен есть много возможностей тоже для тактика. Вот, автоворонки. Это то, что, то, что последние годы полюбили, мы полюбили в Инстаграме, те, кто бывал на наших там последних, вот в рамках совместных с Битрикс вебинарах. Помню, что я много рассказывал про построение автоворонки в Инстаграме. Вот, так вот, на самом деле во ВКонтакте и в Телеграме это реализовано намного лучше. Напомню, в Инстаграм автоворонках, то есть, когда мы выстраиваем вот воронку продаж в автоматическом формате, чтобы пользователю, ну, с пользователем автоматически контактировать, значит, в ТикТок видео, да, нельзя новое выложить, но к таргетированной рекламе это не имеет никакого отношения. Значит, соответственно, автоворонки в Инстаграме обладали очень серьезным ограничением, а именно в том, что было окно 24 часа. То есть, фактически, после последнего взаимодействия с пользователем, мы могли снова ему что-то отправлять, писать в течение, только в течение суток. То есть, например, пользователь, не знаю, прочитал наш какой-то лид-магнит, скачал материал, ознакомился с чем-то, и только у нас сутки на то, чтобы с ним продолжить общение. Во ВКонтакте, в Телеграм мы можем это сделать через полгода. То есть, все, кто с нами взаимодействует через ВКонтакте, это тех, механика, называется, рассылки, те, кто с нами взаимодействует, мы можем им теперь присылать через какое-то время, опять-таки, те, кто подписался на нашу рассылку, начал работу в автоворонках, мы можем присылать им, скажем, продуктовое какое-то предложение, делать действительно настоящую, то есть, рассылку по своим подписчикам, максимально индивидуализируя ее в зависимости от того, как человек с нами реагировал. И эта возможность у нас есть очень долго, неограниченная, как в Инстаграме сутки. Но, опять-таки, сильно, что сильно ударило по многим, что Инстаграм для многих, ну, стал у нас такой площадкой, главной экспертной площадкой. Вот. И куда теперь идти экспертам? Здесь тоже хорошая новость. Во ВКонтакте, в Телеграме этот формат реализован намного лучше. То есть, во ВКонтакте есть формат статей, лунквидов, в Телеграме он тоже есть, в формате Телеграф, и люди в большей степени приучены здесь читать большие тексты, особенно если речь идет о Телеграм. Поэтому с этой точки зрения проблемы нет. Есть еще сервис Яндекс.Кью, но сегодня подробно про него говорить не будем. Сервис вопросов и ответов, который как раз предназначен для прокачивания экспертности. Формат статей очень здорово реализован, действительно, без включения во ВКонтакте. То есть, здесь есть... Коллеги, еще раз повторю, что 7 дней там массовые, типа, вы нельзя же делать баня за такое. Ну, надеюсь, вы понимаете, что я не спам в рассылках, а людей, которые на вас подписались, которые на эту рассылку подписались, которые начали взаимодействие с вашей автоворонкой. То есть, только им, разумеется, мы можем делать рассылки, а массовые рассылки, ну, об этом даже говорить несерьезно. То есть, и неэффективно, и ответительски, и опасно за это баня. Вот, статьи, то есть, очень хорошо реализованы во ВКонтакте. Здесь может быть своя верстка, свои шрифты, блоки и тому подобное. То есть, не просто пост, да, как в Инстаграм, а можем внедрять сюда графику, изображение и прочее, что позволяет, на самом деле, публиковать полноценные статьи. Вот, есть распространенное мнение, что сториз – это только Инстаграм. На самом деле, это тоже не так. В сториз есть, истории есть во ВКонтакте, и они здесь действительно востребованы. То есть, есть два предубеждения. Первое, что их никто не смотрит. Смотрят еще и как. И, кстати, интересна, опять-таки, статистика от ВКонтакте, что на 30% увеличилось количество публикуемых историй и увеличилось количество просмотров. Второе, здесь есть все возможности для полноценных историй. Здесь есть все возможности для того, чтобы делать продающие истории, для того, чтобы делать продающие игры. Сложно избавиться от слова stories, но будем привыкать к слову истории. Вот. И, на самом деле, частое возражение – во ВКонтакте технически нельзя встроить внешнюю ссылку в истории. Так вот, для этого есть специальные приложения, в частности, вот сниппеты истории, которые позволяют добавить во ВКонтакте внешнюю ссылку. Окей, Reels и TikTok – тоже то, к чему все уже стали привыкать. Во ВКонтакте это реализовано замечательно. То есть, есть формат клипов во ВКонтакте. Это аналог Reels. Так же, как в случае с TikTok и Reels, есть те, кто здесь танцует и поет, что называется, и есть большой сегмент экспертного контента. Мне кажется, их вообще никто не смотрит. Stories в ВК. Ну, ключевое слово «кажется». Знаете, так же, как раньше казалось, что во ВКонтакте никто не сидит. Ключевое слово «кажется». Ну вот, цифры упрямая вещь. Значит, есть несколько групп. Stories в ВКонтакте – это вообще личные 10% от подписчиков. Ну, как вы, наверное, понимаете, из 12 миллионов групп все-таки несколько групп – это нерелевантная выборка. Ну, опять-таки, цифры – упрямая вещь. И средний охват Stories в Instagram, например, считался нормальным в районе 2-3%. Здесь средний охват тоже где-то 2,5%. То есть, по охватам они не отличаются. Вот, клипы в итоге, как я и сказал, тоже есть экспертные. Есть, ну, аналог Reels и TikTok. Есть экспертные – это хороший способ продвигаться. Так же, как и в случае с TikTok и с Reels, здесь есть очень важный формат рекомендательный. То есть, с помощью клипов, так же, как с помощью Reels, мы можем привлекать новую аудиторию к себе на страницу. Вот, здесь я привел на двух следующих слайдах подборку, о чем снимать можно клипы, то есть, какие чек-листы для идей. Ну, некоторые с примерами, некоторые очевидные там без примеров. Вот, и, собственно, опять-таки, механика работы с ними практически не отличается от механики работы с TikTok. Вот, 46 идей, часть на этом слайде. И сейчас покажу второй. Вот второй. Вот, клипы также являются мощным инструментом привлечения новой аудитории. Они показываются большому количеству людей, которые на вас не подписаны, но которых ВКонтакте считает ваша целевая аудитория. И за счет этого может приходить новая аудитория. Ну, аналогично, как и с Reels. Дальше. Реклама у блогеров. Инструмент, который тоже мы все любили и практиковали, разумеется, в Instagram. Ну, и еще раз, в целом, ничто им не мешает дальше их практиковать. Но также мы можем перенести, во-первых, в рекламу в Telegram-каналах, в большой рынок, да, когда администраторы Telegram-каналов продают размещение на своих площадках. Вот, и второе, это таргетированная реклама в Telegram. Вот, инструмент, который появился в ноябре, ну, в октябре-ноябре, запускался частями, в Telegram-канале инструмент продвижения. И сразу хочу сказать, что, уверен, что многие вспомнят, что минимальный бюджет 2 миллиона евро, и я не предлагаю вам, разумеется, вкладывать 2 миллиона евро в рекламу в Telegram-канале, но предсказуемо, что появился рынок реселлеров. То есть, агент, которые покупают эти определенные объемы, значит, и распределяют. Значит, ну, собственно, распределяют, перепродают рекламу. Вот, реклама очень интересная с точки зрения таргетинга, там есть таргетинг по тематикам, по аудитории конкретных каналов. И с точки зрения формата, то есть, она, в первую очередь, на подписку, то, чего, кстати, не хватало в Instagram. Вот, значит, видео, в данном случае, видео, ну, первое, что вообще приходит в голову, конечно, опять-таки, при том, что YouTube тоже сейчас не в лучшей ситуации, да, не очень понятно, как будут развиваться события, но серьезный риск, ну, я бы его поставил больше 50%, опять-таки, вероятности, что будет заблокирован, есть. Вот, и куда переносить. Ну, первое, что приходит в голову Routube, это, конечно, Routube, но Routube очень специфическая площадка с точки зрения интерфейсов, функционала, аудитории. Тоже она, разумеется, сейчас выросла. Тоже есть статистика, в 5 раз больше стали загружать видео и тому подобное. Но, на самом деле, она не самая популярная, не самый популярный видеохостинг. Самый популярный видеохостинг – это видео ВК. Не так давно они выглядели новую платформу, ВК-видео, огромный видеоагрегатор, который есть и в рамках интерфейса ВКонтакте, и как отдельное приложение. И, то есть, можно размещать видео там, то есть, там как раз тоже мощный рекомендательный сервис. Ваши видео будут показываться разными. Эфиры Инстаграма, трансляции во ВКонтакте, эфиры в ТикТок, трансляции в Телеграм. Вот, в Телеграм очень интересный формат трансляции и самое высокое проникновение. У нас, кстати, с Битриксом скоро тоже будет совместный эфир в Телеграм. И самый высокий охват, то есть, из соотношения людей, которые находятся в эфире, и аудитории, которая подписана, она здесь максимально высокая. Актуальная, тоже немаловажная, это выполняла своего рода роль навигации внутри сообщества, внутри видения аккаунта в Инстаграм. Для этого есть сюжеты ВКонтакте, то есть, фактически аналогичная форма. Инстаграм шоппинг, вот здесь очень сильная сторона ВКонтакте, товара ВКонтакте. То есть, в отличие от, ну, все-таки такой, ну, надстройки небольшой Инстаграм шоппинг, да, опять-таки с метками шоппинг текст, где было куча ограничений, только товары можно было там размещать, ну, и ряд других ограничений. И, в частности, покупать все равно, чтобы человек покупал товар, ему нужно было переходить на сайт во ВКонтакте, кстати, на сексутической лужке данное выступление никак не инициировано в ВКонтакте, то есть, просто мы разбираем опции, функции, которые есть. Так вот, во ВКонтакте это полноценный интернет-магазин. Вот, то есть, вы здесь, здесь есть каталог, здесь есть возможность заказа непосредственно из ВКонтакте, пользователю не нужно переходить ни на какие внешние сайты. Вот, в результате, в результате, то есть, это действительно, действительно здорово здесь реализовано. Ну, я еще чуть дальше подробно про это расскажу. Хорошо, вот это общий план переезда, то есть, какие опции, куда мы можем перевести. Вот, и давайте теперь разберем ВКонтакте именно с точки зрения, вот, ну, то есть, важная задача понять, обжить, какие там есть опции, что там, что там важного, что там, какие преимущества есть и тому подобное. Поэтому сейчас мы рассмотрим именно с точки зрения преимуществ, которые есть во ВКонтакте перед другими площадками. Вот, и таких преимуществ действительно, действительно немало. Ну, вот здесь статистика, которая была еще до блокировки Инстаграма, 71 миллион активная аудитория. Вот, соцдемпрофиль, ну, он здесь совершенно, разумеется, совершенно-совершенно разный, и школьники, как я уже говорил, которые в 2006 году регистрировались, выросли, и некоторые даже постарели. И, ну, видим, что ВКонтакте всегда был хорош тем, что это был срез российской аудитории. Совершенно разные люди, там, от безработных до предпринимателей, от 12 до, ну, видим, 55 плюс даже, там, большой, большой сегмент. Ну, как самый большой сегмент, 25-34, приятно. Гендерно практически поровну с небольшим перекосом в сторону женщин. Вот, но в целом, в общем, аудитория очень разная. Вот, большим преимуществом ВКонтакте является возможность для кастомизации страниц. И вот здесь, опять-таки, я сравниваю все время с Инстаграмом, и, опять-таки, Инстаграму я тоже посвятил много лет своей жизни, я очень его люблю, но всегда были очевидны определенные проблемы, которые там есть. И, в частности, одна из самых серьезных проблем, которая там была, это то, что Инстаграм, он очень статичный. То есть, у вас есть шаблон аккаунта, который, ну, вы можете, ну, там, цвет актуального поменять, да, добавить или убрать кнопку действия. И фактически все. В ВКонтакте полноценный конструктор. То есть, мы можем сами создавать такой интерфейс, который считаем нужным. То есть, есть огромное количество блоков, и мы можем их настраивать, выстраивать под себя. То есть, если у нас активная аудитория, добавлять обсуждение в ВКонтакте. Если у нас задача продажи, делать литмагниты непосредственно в самом сообществе, привязанные к автоворонке. То есть, ну, в данном случае, гайд антихруппе СММ, вот вы видите в нижней части блок. Фактически это литмагнит, то есть, пользователь его скачивает, ему предлагается подписаться, и после этого мы запускаем автоворонку, да, и он здесь, очевидно, выраженно размещен. Есть возможность встраивать сюда полноценные, ну, то есть, есть формат виджетов, это вот элемент, который мы сейчас видим, вот в основной части. Есть возможность встраивать сюда полноценные приложения. То есть, в данном случае поисковик запчастей, мы прямо здесь создали, ну, прямо здесь, то есть, в интерфейсе есть приложение найти запчасть, да, которое частично, ну, которое эту функцию выполняет. Более того, есть возможность, так, сейчас к этому повернемся, есть возможность индивидуализировать вот сами эти виджеты. То есть, в зависимости от того, кто заходит, во-первых, вот в верхней части пользователь видит прямо в интерфейсе обращение по имени, там, здравствуйте, Сергей, специально для вас мы приготовили предложение. Дальше мы можем выставить, вот, с помощью этих виджетов те акценты, которые считаем нужны. Вот, и более того, эти виджеты могут индивидуализироваться в зависимости от того, кто зашел. То есть, с пользователем мы считываем эту информацию. То есть, например, у нас спасал он, зашел мужчина, спасал он для женщины, зашел мужчина, мы показываем виджет подарите своей, там, жене, сестре, маме, подруге. Зашла женщина, видит другое. Мы можем индивидуализировать эти виджеты в зависимости от того, зашел человек, который на нас подписан или нет. Заходит подписчик, ему не надо рассказывать, кто мы такие, пожалуйста, вот скидки, вот новинки, вот там, что-то еще, консультация. Зашел новый человек, мы ему показываем УТП, ключевые преимущества и прочее. То есть, в результате полностью индивидуализируется вообще сама страница. Вот второе, то, о чем я уже упомянул, приложение. То есть, внутрь самого сообщества мы можем встраивать функциональный интерфейс. И в первую очередь, продающий функциональный интерфейс. Вот, ну, я краем глаза видел, кто-то задавал вопрос в чате, а как продавать? Как раз точек контакта для продаж здесь огромное количество. То есть, например, есть, там, приложение запись на прием. То есть, если человек, если у вас, скажем, опять-таки, спа-салон, не знаю, барбершоп, парикмахерская клиника, стоматология, ну, и прочее, да, где есть конкретные люди, которым нужно записаться. Вот, есть возможность строить это непосредственно в сообществе и получать эти записи прямо с сообщества. Вот, есть возможность сюда подключать, там, форму сбора заявок и прочее, прочее, прочее. То есть, есть доставка и так далее. Есть стандартные приложения, есть приложения, которые настраиваются, ну, которые, там, можно создавать самостоятельно, да, свои приложения, как вот в случае с поисковик-запчастей, свои приложения сюда добавляют. Дальше, следующее, об этом я уже упоминал, рассылка, ну, или автоворонка. Это действительно очень мощная механика. То есть, скажем, ну, она работать может очень по-разному. Но пользователь подписывается на нашу рассылку внутри сообщества нашего ВКонтакте, публичной страницы. Ну, лучше всего работает публичная страница, в принципе, у них там с глупой небольшие отличия, но чаще используется публичная страница. Так вот, пользователь подписывается на рассылку, и теперь у нас есть множество вариантов с ним взаимодействия. То есть, мы можем просто делать еженедельную рассылку, ну, классический директ-марк. То есть, человек подписался, раз в неделю получает от нас рассылку с обновлениями, новинками, советами, ну, и так далее, да, с чем почитаем нужно. Смысл в том, что это намного более продуктивно, чем просто пост в ленте. Когда вы публикуете пост в ленте, его видит в среднем 10% ваших подписчиков. Когда вы делаете рассылку на подписчиков рассылки, его, то есть, там открываемость около 70%. Это одна из самых высоких, ну, сравнимо только в Телеграме, одна из самых высоких, одна из самых высоких открываемостей в целом. Кто-то пишет ВК-помойка и тому подобное. Друзья, вот это первый шаг. Кто-то пишет, какие первые пункты действия лучше начать введение страницы. Первый шаг – это перестать привить нож. Ну, все понятно, все мы много лет привыкали к другому. Ну, то есть, сейчас важный момент взять и переориентироваться. И, ну, действительно, здесь очень много, очень много важных, очень много важных особенностей. Здесь очень классный таргет, помимо прочего, здесь много аудиторий. И поэтому просто позволить себе, как раньше, ой, ВКонтакте – это для школьников, ой, ВКонтакте – там помойка и тому подобное, нельзя. Ну, мы сейчас видим, как бизнесы переходят, как переходит аудитория. И если вы сейчас, ну, то есть, опять-таки, это поразгребете, вы увидите, вы увидите, что там на самом деле есть. Да, заброшенные ведутся, активные выдвигаются. Окей, хорошо. Вот, это первый вариант, да, то есть, еженедельная, скажем, рассылка. Второй вариант – это, опять-таки, автоворонка. То есть, пользователь, скажем, скачивает лид-магнит, после этого ему приходит, там, с какой-то периодичностью серия полезных сообщений. В каком-то, скажем, пятом из них есть предложение о покупке. Если пользователь его принимает, система понимает, что ему интересно, и дальше, ну, работает с ним по-другому. Если отвергает – окей, уходит в сторону, снова присылает какую-то там постепенно серию полезных, важных для него сообщений, и взойдет с другой стороны. То есть, это система, которая сама настраивается и сама продает. Ну, есть свой алгоритм работы с этим и так далее. Вот. Таргетированная реклама. Таргетированная реклама здесь очень хорошо реализована. Ну, вот через запятую просто сейчас ключевые преимущества при перечислике. Недостаток, я сказал. Она менее самонастраивающаяся, она менее интеллектуальная сама по себе преимущества. Во-первых, есть конкретные форматы, то есть, рекламы на вступление в сообщество, что всегда проблема была в Инстаграме. Есть возможность вообще продвигать даже личную страницу, если у вас такая есть задача. Вот. И в самом таргетинге есть поисковый спрос, так называемый. То есть, что это такое, а сейчас, секунду, что это такое, это ключевые фразы. То есть, вы можете ввести ключевые фразы, то есть, показывать рекламу людям, которые писали, не знаю, там, купить кондиционер на одну из площадок, огромное количество этих площадок, холдинга ВК. Это, да, это Майл.ру, где встроен поисковик, ну и многие-многие другие. Вот. Более того, то есть, система, с этой точки зрения, самонастраивается таким образом, что даже если человек не писал конкретно купить, не знаю, там, в ВКонтакте купить кондиционер, но кликал на объявление в последние дни, кликал на объявление с продажей кондиционеров, ему все равно будет показана ваша, ваша, опять-таки, реклама. Вот. Также есть, в отличие от Инстаграма, возможность напрямую показывать подписчикам конкурентов. Более того, есть возможность показывать только активным подписчикам конкурентов. Ну, мало ли кто там, пять лет назад на него подписался. Нет, те, кто в последнее время проявлял активность. Есть возможность, там это уже более тонко, не всегда, но в некоторых случаях показывать посетителям сайтов. То есть, человек посещал определенные сайты, там есть условие, что должен быть виджет ВКонтакте на сайте, поэтому там в 20% случаев мы можем показывать. И мы показываем, затем он заходит ВКонтакте, мы показываем ему рекламу. Есть возможность для так называемого парсинга, ну, опять-таки, сейчас там подробно не буду вдаваться, но это очень расширяет функционал. То есть, мы можем собирать базу людей, загружать и показывать им рекламу. Например, собрать базу людей, которые состоят сразу в пяти сообществах вашего конкурента. Или собрать базу людей, которые в сообществах конкурентах писали в ветке отзывы свой отзыв. То есть, те люди, которые действительно клиенты, и им показывают рекламу. В Инстаграме мы тоже могли собирать, но потом это бесполезно. Мы не могли ID загрузить. Парсинг в Инстаграме поэтому не работал. Во ВКонтакте эта возможность есть. Дальше. Полноценный интернет-магазин. Абсолютно полноценный. То есть, здесь есть классный каталог. Это могут быть и товары, это могут быть и услуги. В этом случае даже сам раздел переименовывается в услуги. Значит, здесь хорошая страница товара. И самое главное, что мы можем положить, пользователь может положить в корзину и купить. То есть, не переходить куда-то на внешний сайт и там думать, смотреть и так далее, а сразу же совершить покупку. Что, безусловно, сильно немаловажно. Вот. Фактически, опять-таки, мы интегрируем сюда полноценный интернет-магазин. Вот. Что касается интеграции, разумеется, есть классная интеграция с CRM. Я думаю, об этом обязательно упоминает Михаил. Вот. То есть, мы можем, опять-таки, считать клиентов из ВКонтакте через Битрикс. Мы можем считать клиентов из ВКонтакте отдельно, клиентов, которые просто перешли отдельно, которые из таргета и тому подобное. Вся эта возможность тоже существует. Вот. Закрытые сообщества. Вот это очень интересно. Наверное, помните, как с каким пафосом там полгода назад в Инстаграме говорили о том, что скоро появится возможность дополнительной монетизации, что определенные альбомы в сообществе можно, альбомы Stories, ну, имеется в виду определенный поток Stories, можно будет делать платными, закрытыми. То есть, что за них нужно будет платить. Во ВКонтакте эта опция была реализована, ну, я даже не буду сейчас врать, ну, год и год и год и назад. Вот. Именно тут точную дату. Вот. Соответственно, во ВКонтакте есть возможность сделать полностью сообщество закрытым за... и доступ за оплату. Это автоматически. То есть, это не как-то, что кто-то должен выслать чек, менеджер должен его проверить. Нет. Прямо здесь, то есть, пользователя мы переводим в сообщество, за доступ к которому ему нужно платить. То есть, это открывает огромные возможности для инфобизнеса во ВКонтакте. Это большие возможности там для продажи информации, для закрытых комьюнити и тому подобное. Это здесь очень распространено. Это один из важных элементов, официальных элементов монетизации своей активности. закрытые, закрытые, опять-таки, площадки. Очень интересная опция – это создание сайта через интерфейс ВКонтакте. То есть, в любой момент нажатием нескольких кнопок, ну, условно, да, нажатием кнопки, дальше там, ну, выбором нужных опций, вы можете создать сайт, полноценный сайт на основе своего сообщества. То есть, вот, когда есть задача все-таки, там, не знаю, вести куда-то трафик, тому подобное, можно создать на основе сообщества. То есть, там агрегировано много информации у вас в сообществе, там есть определенный визуал и так далее. И на его основе автоматически генерируется сайт. Более того, на этом сайте мы можем, мы можем встраивать кнопки, вот, типа, написать ВКонтакте. Мы можем делать здесь литмагнит, что человек там получает какой-то наш литмагнит за то, что оставляет, скажем, контакты и так далее. То есть, такая опция тоже здесь есть. Вот, значит, был вопрос, с чего начать. Ну, начало здесь очень простое, как и всегда, последовательность, как и всегда. То есть, вам нужно проработать аватар аудитории, разных сегментов аудитории. После этого во ВКонтакте создать, я рекомендую, публичное сообщество. Дальше начать, с одной стороны, наполнять две основные ленты, это сториз и, ну, основная лента, да, посты. Параллельно подключить рассылку. Вот это, ну, то есть, успех во ВКонтакте, он во многом определяется не количеством подписчиков на странице, а количеством подписчиков рассылок. Потому что это ваш максимальный актив. Это люди, с которыми вы сможете потом выстраивать долгосрочные отношения и так далее. Кто-то спрашивал, кстати, а как ВКонтакте поднимает интересы, ну, то есть, в рамках рассылки, если говорить о рассылке, то за счет реакции человека. То есть, ну, не так, что понимает интересы, это таргет, да, понимает интересы. А за счет того, как он реагирует на объявления, на какой контент реагирует и так далее. Вот. А, собственно, непосредственно в рассылке он адаптируется за счет, в первую очередь, за счет того, что смотрит, как человек реагирует на разные письма. То есть, какие целевые действия он выполняет, какие нет. Окей. Коллеги, здесь короткий анонс. Несколько дней назад вышла моя книга. Метод Скользкой горки. Сторителлинг для социальных сетей. Вот. Ну, не буду сейчас сдаваться подробностей. Не буду проводить рекламу. Но книга посвящена тому, как, 9 социальных сетей там взято, как выстраивать активность с помощью сторителлинга. Ну, она продается на всех основных. В частности, там, в издательстве Альпина на сайте, ну, и сейчас Озон, Витрес и так далее. Хорошо, коллеги. И вот то, что я хотел рассказать сегодня. А сейчас давайте я отвечу на несколько вопросов. Так понимаю, уже, наверное, у меня не особо много времени. Если Михаил даст мне три минуты, я отвечу. Несколько вопросов мы совершенно спокойно берем. Да. Супер. Отлично. Я могу повыбирать. Я подсматривал одним глазом вопросы, которые были и которые есть. Очень много контента сейчас было про контакт. Можно сказать, что это основной инструмент. И вообще, что можно сказать про новые социальные сети? Появляется там Тенчат, вроде говорят, возродится ICQ, какой-то аналог Инстаграма. Ну, не Росграм, да, но там Фиеста или я не помню точно, как он называется. Значит, нужно ли смотреть на новые площадки, идти туда пробовать или использовать классический там ВК Телеграм, которые остались? Ну, надо сказать, что зависит от того, какие у вас задачи. То есть, для оперативного запуска активность, почему, да, вы сделали акцент на ВКонтакте, он позволяет вот очень полноценно перейти. То есть, все привычные функции есть, аудитория огромное количество. Потому что порог входа, даже вот, несмотря на этот рост, он все равно ниже, чем был в Инстаграм и так далее, да. Поэтому для быстрого вот запуска ВКонтакте Телеграм как поддерживающая площадка, да, ну, с точки зрения, она больше информационная, больше, ну, немножко другая, через экспертная, да, скорее модель продаж. Вот, новые площадки. Ну, новое всегда здорово пробовать, но на самом деле из тех новых площадок, которые сейчас запускаются, большого потенциала нет. Ну, там, про Росграм, Грустнограм особо говорить не будем. Как бы, понятно, что просто, ну, это не первая попытка, просто скопировать функционал. Как это, Япи и Фиеста, там, которые дублируют опции ТикТока, Инстаграма и тому подобное. Ну, предыдущий опыт показывал, что такие вот полные клоны, они не работают и, на самом деле, ну, кроме ВКонтакте и Одноклассников, да, успешных клонов сложно вспомнить. Тейнчат интересная площадка, в первую очередь, потому что, ну, она гибридная, да, и, в частности, Вичат опции какие-то взяла, которого у нас нет и нет его аналога. Поэтому у него чуть больше вариантов, да, для того, чтобы стать успешным, но все равно, все равно, как бы, это очень, даже если у них получится, это очень такая неблизкая, неблизкая история. Но определенные охваты там уже появляются. Пойти попробовать застолбить место за собой, ну, условно, аудиторию имеет смысл, но просто нужно держать в голове, что может получиться, как, не знаю, там, с Яндекс.Аурой, да, что через какое-то время они все-таки ее заповедуют. А одноклассники? Вроде бы аудитория тоже немаленькая, имеет смысл? Имеет, имеют однозначно, и на самом деле у них тоже, ну, просто сегодня, да, мы там очень сжато, да, поэтому про все прям подробно не говорим. Но у них много опций, то есть у них, в частности, очень классно реализованы товарные вещи, вот формат магазина классно реализован. Вот, но надо сказать, что имеет смысл идти, при этом держать все-таки в голове особенности одноклассников, вот, аудитория одноклассников, это тот случай, когда не все стереотипы не всегда вообще неправдивы, да, вот. Вот, и стереотипы относительно одноклассников, они, ну, есть у них, ну, как бы, в цифрах это тоже, это тоже примерно так выглядит. Вот, в целом, в целом стратегия продвижения там практически полностью двигается в ВКонтакте, и часто это такая, ну, сеть сателин для продвижения. Про ВКонтакт пару вопросов, был вопрос, можно ли там что-то сделать бесплатно, вообще есть ли бесплатные возможности работы во ВКонтакте, или в основном это монетизация и какие-то платные инструменты. Ну, и классический вопрос про любую площадку, есть ли ограничения, что там продавать, продвигать услуги, товары, что-то можно, что-то нельзя. Значит, первое, бесплатных инструментов, ну, они все бесплатные в основном, да, ну, то есть, если речь про привлечение аудитории, там хорошо реализован довольно-таки органический прирост. Хуже, чем, не знаю, в YouTube или в TikTok, да, где, я не знаю, где это в основе, но лучше, чем в Instagram. То есть, естественный прирост там есть, есть свой алгоритм, под которым можно подстраиваться и получать довольно много новой аудитории. Вот, ну, как всегда, то есть, и при этом есть буст в виде таргетированной рекламы, которая как раз здесь во многом направленного вступления в сообщество, ну, и всего остального. При этом рассылка, ну, то есть, там есть платные сервисы, встроенные сервисы, то есть, фактически все, что я показывал, ну, кроме таргета, можно делать бесплатно. А второй, еще раз напомню, пожалуйста. А второй вопрос, есть ли какие-то ограничения на то, что продвигать, товары или услуги? И ответ, да, да, да. Вопрос, как и всегда, и ответ, как и всегда нет. Ну, то есть, довольно-таки универсально. Есть особенность интересная, и мне кажется, она сейчас размоется, такой недостаток, скорее, даже, наверное, ВКонтакте, но мне кажется, он сейчас размоется, вот, аудитория из Инстаграм. Как раз персональный бренд там было всегда продвигать сложнее, потому что это всегда была комьюнити-модель, то есть, людям интересно было там, большие сообщества, прочее, а феномен лидеров мнений был выражен в меньшей степени. Но, поскольку там отряды блогеров, да, сейчас из Инстаграма сюда пришли, наверное, это тоже будет меняться. В остальном нет. И B2C, и B2B здесь хорошо продвигаются. Видел, по-моему, в чате, и до этого в вопросах присылали, когда мы собирали до вебинара. Нужно ли вот прямо переезжать? Если сейчас стоит вопрос переехать или подержаться за старые каналы, нужно ли прямо сейчас это делать? Или можно выждать какое-то время и потом принять решение? На самом деле, это два параллельных процесса. И вот мое мнение, и, ну, опять-таки, это не просто мое мнение, я и сам так поступаю, да, и со своим проектом, с проектами, с которыми мы работаем, держаться нужно за старые социальные сети, там, по ряду причин. Ну, то есть, во-первых, ну, во-первых, все-таки они упали, там, не в три раза, да, пока, ну, падение, там, где-то на 16 процентов, то и тому подобное. И если мы вспомним, если мы вспомним пример Telegram, то, ну, он вырос, да, за время блокировки. Здесь есть вот осложняющие, как бы, обстоятельства, там, в виде эксимистской организации нет и прочего, но, опять-таки, есть разъяснение, да, официальное, что пользоваться можно. Я рекомендую продолжать пользоваться, но при этом, конечно, конечно же, уже очевидно, что вот только на Инстаграм сейчас уже сделать ставку нельзя. Поэтому я бы рекомендовал и переезжать тоже, потому что, ну, это решение может быть отменено, но вряд ли сильно быстро, ну, там, по даже процессуальному процессу. И тогда в продолжении вопрос. Если компания решила переезжать, компания, бренд, там, личный бренд, стоит ли переносить аудиторию в их площадок и как это сделать? Нет, нет, однозначного на этот вопрос ответа. То есть, нужно помнить, что, когда мы работаем социальной сетью, то это не совсем наша аудитория. Вот. И здесь я хочу сказать, что не существует какой-то техники, как вот взять всех, положить чемодан и унести. Нет. Ну, анонсами, размещением важной информации на новых площадках, анонсами оттуда, но все равно это определенный процент только можно будет перенести. То есть, даже половину перенести практически нереалистично. Тогда финальное. Для тех, кто, ну, по каким-то причинам либо начинает свой бизнес сейчас, либо не работал с площадками, прямо сейчас с чего лучше стартовать, там, первые два-три шага, что делать? Это, разумеется, создание публичной страницы во ВКонтакте, привязка к ней рассылки, то есть, ну, разобраться, как говорится, не блоги и горшки обжигают, там, в принципе, довольно понятный процесс, разобраться и запустить рассылку и начать сбор аудитории. Канал в Телеграм, если есть задача продвижения через экспертность, и таргет во ВКонтакте. Это четыре главных шага, которые я рекомендую запустить. Домир, спасибо огромное. Вопросы есть, но мы уже на все сегодня не успеем ответить. Спасибо большое, коллеги. Рад был очень вас видеть. Михаил, большое спасибо тебе, Битрикс, за то, что пригласили. Всего доброго. Счастливо. Так, хорошо, друзья, огромное спасибо Домиру. Правда, ценная, аккумулированная информация. Мы, тут были вопросы в чате, тоже поделимся. Видео специально ничего делать для этого не нужно. На ту почту, на которую вы регистрировались, мы, соответственно, пришлем запись через какое-то время. Она сконвертируется, и мы потом поделимся. Вторая часть мероприятия, где мы обещали говорить больше про инструменты Битрикс24 и немного про то, как работать, ну, идеологически, как работать с аудиторией. Я сейчас пробегусь по ключевым тезисам. У меня есть примерно полчаса, и основные моменты я подсвечу. Ну, много Домир сказал про то, что мы мигрируем, там, кто-то полностью, кто-то перетягивает каналы. Ваша, наверняка, лента, если вы в Телеграме есть, похоже, вот по уведомлениям, кто там появился, какой канал начал работать. Что же нам теперь делать с этими каналами? Где работать? Вот на вопрос, где работать? Вроде бы мы поотвечали. Есть большие социальные сети российские с огромной аудиторией, в которых стоит работать и первые шаги сделать там. Есть новые проекты, которые могут быть интересными, могут классно выстрелить. В формате эксперимента нужно пробовать, нужно заходить. То есть ставку, возможно, не делает основную, но в формате эксперимента обязательно. Значит, ключевое, что нужно делать, выходя на либо существующие, либо новые появляющиеся проекты и площадки, это делать так, чтобы вы умели забирать аудиторию, которая находится в каналах или в социальных сетях, забирать ее к себе первое и оперативно с ней коммуницировать. Внутри Bitrix24 есть контакт-центр, прям отдельная площадка, на которой можно посмотреть, какие каналы подключить. Там есть классические каналы, про которые мы говорили, условно. Там есть коннекторы к ВК, к одноклассникам, там кови-то даже, по-моему, слайд у меня отдельный будет. Вот, пожалуйста, там 4 коннектора, 5 даже коннектора, которые самые популярные, в которых стоит сейчас пойти посмотреть. Это позволит вам и забирать к себе контакт человека, и оперативно с ним коммуницировать. Вот, посмотрите, если там что-то новое появляется, то у нас есть большой каталог приложений, где партнеры тоже достаточно быстро пишут приложения с коннекторами к другим сетям. Можно поговорить с ними, можно там вопрос прямо в чат задать. Я знаю, что сегодня вместе с нами компания, которая достаточно большое количество приложений делает, и, может быть, вы тут найдете вариант сделать что-нибудь свое, если такая необходимость появляется. Что, ну, такой слайд-пугалка, да, если вы не работаете вдруг на площадках официальных, ну, еще раз тут, наверное, повториться стоит, что сейчас время клиента. Это не формат, когда вы выбираете, где вам находиться, а клиент к вам приходит, там, ногами, почтой, телефоном или как-то еще. Нет, мы сейчас идем на те площадки, на которых находятся наши клиенты. Смотрим статистику. Дамир приводил красивые цифры по, там, медиаскопу, например, где сколько аудитории нашей есть. Делаем еще поправку на то, с какой аудиторией мы работаем. Это, там, возраст, не знаю, это молодежь, это техническая аудитория больше подковная. Где они находятся, что они смотрят, в какой соцсети, в каком канале они находятся. Ну, и постоянно работаем с ними. Если мы это не делаем, конечно, теряем аудиторию, эту цифру комментировать не буду. Давайте теперь к вам небольшой вопрос-опрос. Скажите, пожалуйста, если про, ну, такие каналы оперативные, синхронные мы их называем, да, телефон, вам позвонили, вы должны ответить в течение, там, пары будков, например. Что происходит с чатами? Вот если вам написали в чате, в какой-то социальной сети или в вашем чате на сайте, как быстро необходимо ответить? Вот можно какую-то цифру в любых единицах измерениях до, там, часа, до минут, до чего угодно фактически. Так, спасибо большое за обратную связь. Сейчас вижу, вижу разную обратную связь. Очень не нравится вариант про 0,1 секунду. Значит, либо сразу, да, вот очень оперативно, либо в течение нескольких минут. Значит, во-первых, это упражнение мы сейчас с вами сделали не для того, чтобы свериться, да, что есть правильный ответ, а есть какой-то неправильный ответ. Нет. Значит, это обычно отрасль, в которой вы работаете, диктует вам такие правила. Условно, есть срок жизни лида. Я часто привожу пример с одной из конференций, подслушал и теперь там ношу как пример с собой. Лид в сфере, в агентстве недвижимости, например, лид на аренду или на покупку недвижимости живет в течение 15 минут, как говорят специалисты. Если ты в течение 15 минут не связался с человеком, можешь дальше не связываться. С ним связались все остальные, это не единственная заявка, которую он оставил. Поэтому вот в течение 15 минут ты обязан отреагировать. Значит, ваши цифры могут отличаться. Может быть сразу там 0,1 секунда, может быть 2 минуты, может быть еще какой-то срок. Но самое главное, что вам нужно здесь понимать, это синхронизироваться, что действительно внутри команды есть такой слот тайминг, что нужно так сделать, и начать такой процесс контролировать. Вот когда мы подключили разные каналы к себе, у нас есть возможность контроля этого времени. Сколько времени нам необходимо для того, чтобы ответить на входящую заявку, входящий там чат из какой-то соцсети. Окей. Теперь второй момент. Когда к нам попадает в CRM компания или человек, в B2B мы работаем, или в B2C, мы идем по некой воронке. Очень часто так бывает. Мы сейчас не берем, наверное, конкретно на этом слайде, в расчет импульсивной покупки, спонтанной покупки. Я увидел, ну не знаю, классный хендмейт-браслет и купил его сразу же там где-то в магазине. Наверное, нет, там нет такой воронки длинной. Там работа начинается после. Но если мы говорим про цикл сделки, который длится несколько дней, это может быть, не знаю, окна в B2C мы покупаем, или это может быть практически любой B2B сегмент, когда у нас есть последовательность действий, то нам нужно эту последовательность выстроить. Называется она воронка продаж. Я надеюсь, тут все все знают, мы без конкретики дальше идем. Вот эту воронку продаж нужно выстроить вам. Не делегируйте эту задачу менеджеру, это ваша задача. Выстроить оптимальный путь клиента, маршрут его, что нужно сделать, в какой момент. У менеджера может быть опыт, а может не быть такого опыта классного, чтобы само определить. Поэтому мы говорим, мы за менеджера, определили такой путь и его тоже контролируем. CRM позволяет так делать. Теперь, если мы работаем в B2C, в обратную сторону возвращаемся, у нас как раз импульсная покупка, быстрое принятие решений, и мы в разных каналах присутствуем. Статистика показывает, что если мы умеем начинать коммуникацию и заканчивать процесс покупки в том же самом инструменте, например, в чате, сколько стоит? 25. Можно пример. Сделали скрин, можно купить. Да, вот вам ссылка на оплату. Ссылка на оплату очень круто работает, технологически подключается она не очень сложно. Мы внутри B2C 24 максимально упростили процесс подключения, сделали так, чтобы это занимало очень немного времени. И когда мы делали опрос клиентов, спрашивали, как вам опрос, давайте так, опрос бизнесов, которые работают со своими клиентами с помощью этого инструмента. То бизнесы говорили, клиенты воспринимают это как должное, не как ноу-хау, не как классный инструмент, который вы внедрили, ух ты, посмотрите. Нет, это то, что как должное уже сейчас должно быть у бизнеса. Вот, обязательный инструмент. Поэтому рекомендую очень, если у вас есть оплата в чате, если вы работаете с B2C, можно в формате предоплаты, можно в формате полной оплаты. Если вы на услуги записываете, предоплата отлично работает на повышение конверсии, на повышение доходимости. Много кейсов, посмотрите, пожалуйста, в эту сторону. Значит, конечно, у нас есть инструменты интеграции и отправки этой ссылки и по SMS, и не только по SMS, интеграция с WhatsApp у нас есть. Можно в разный канал, мы разговариваем по телефону, отправили SMS-ку на оплату, мы разговариваем в мессенджере, мы отправили в мессенджер такую ссылку на оплату. И самое главное здесь, вот еще раз повторю, что мы и начали, и завершили всю коммуникацию в одном канале, не разрываем цепочку, повышаем конверсию. Конечно, мы знаем, что оплата прошла, и я оперативно на все реагирую. Значит, теперь второй момент. Если вы торгуете не цифровыми товарами, которые можно просто отправить ссылку, и там человек скачал, или автоматически что-то произошло. Если мы торгуем физическим товаром, мы должны отправить кроссовки, платье, тот же самый браслет, все что угодно, но своей курьерской службы у нас нет. Если мы находимся в регионе, в городе, где присутствует Яндекс.Го, мы подключаем такую интеграцию, и этот вопрос тоже с себя снимаем. Прямо из интерфейса карточки мы оформляем заявку на такси, приезжает курьер, мы отдаем ему посылку, он ее доставляет. Тоже повышаем конверсию, тем самым закрывая последнюю милю. Так, друзья, ну теперь вот к вопросу, про который не раз сегодня возникал, и раньше на вебинарах мы про него говорили, но сейчас, в последний месяц, он стал особенно остро. Аудитория группы каналов, в котором мы работаем, это не клиентская база. Вообще, я говорю, что мы берем как бы на прокат такую аудиторию, иногда сравнивая ее со средствами массовой информации. Когда мы вышли в радио или телевещание, выпустили там рекламный ролик, и вот на это время, на 30 секунд, на минуту, там, насколько мы купили это рекламное время, аудитория наша, вот мы ее там, как-то можем до нее дотянуться и сообщения отправить. Во все остальное время аудитория нам не принадлежит. Если вдруг у нас пропадает аккаунт в социальной сети, закрывается социальная сеть, ну, что-то происходит, мы теряем всю эту аудиторию. Поэтому фактически задача любого бизнеса сделать так, чтобы эта аудитория, на которую мы работали, генерили большое количество контента, мы тратили ресурсы разные, и финансовые, и временные, и разная на самом деле, она была вашей. Каким образом это фактически достигается? Да, похоже на СМИ, вы не очень понимаете, что это за аудитория, у вас нет данных про нее, и персональных данных в том числе. Ограничены инструменты взаимодействия, и, конечно, когда вы вне конкретной сети, вот Дамир отвечал на вопрос, нужно ли перетаскивать полностью, и как это сделать, из одной сети аудиторию в другую, это аудитория сети. Кто-то пойдет за вами, у него есть два аккаунта, и там, и там, кто-то не пойдет. Нас, как бизнес, интересуют способы дотянуться до клиента в любой ситуации, но по сути сейчас этих способов, ну, плюс-минус два, это телефон мобильный, и это электронная почта. Вроде бы эти каналы всегда есть, пожалуйста, их можно использовать, и инициаторами там можем быть мы, поэтому наша задача взять как раз и телефон, и электронную почту, разными способами, как есть. Что еще какие особенности есть при работе в социальной сети или в канале, мы смешиваем разные, ну, степени подогретости, что ли, аудитории прямо в одной точке. Вот у нас есть группа в социальной сети, и там есть и текущие клиенты, и теплые, которые вот сейчас собираются купить, они решили последить за вами немножко, и холодные клиенты, они там либо давно подписались на вас, либо просто следят и никакого решения о покупке в ближайшее время не собираются принимать. Вы же выходите на них контентом общим, достаточно общим контентом, который бьет во все три аудитории, и здесь прицельно поработать не получается. Поэтому, конечно, лучше, если вы понимаете, вот теплый клиент, вот его контактный телефон, например, и работаете с ним прицельно, конверсия намного выше. Да, клиент не продаст, есть какое-то количество действий, я как раз про это сейчас говорил, что когда мы видим потенциальный интерес аудитории, мы не можем ждать в формате они придут к нам через какое-то время. Должна идти активная, интерактивная коммуникация с нашей стороны, чтобы довести этого клиента, подогретого, до финала. Значит, что можно сделать вообще с контактами, как забрать контакты? Мы можем направлять на посадочные страницы или забирать контакты прямо внутри социальной сети за что-то. Звучала сегодня уже история про лид-магнит. Если у нас есть какой-то лид-магнит, используйте его, пожалуйста. Если нет, подумайте. Всегда в любой отрасли можно сформировать какую-то плюшку интересную, интересный контент, интересный совет, набор чек-листов, набор рекомендаций. По-разному это может звучать, за что человек готов будет отдать вам свой мобильный телефон и свой мессенджер, если то же самое равно практически мобильный телефон, либо свою электронную почту. Делайте такой контент и забирайте к себе контакт клиента, чтобы впоследствии иметь возможность до него каким-то образом дотянуться. На посадочных страницах, кроме того, что у вас есть форма захвата этого контента, разная, вы можете более гибко описывать свои товары для услуги. То есть это не формат, заданный соцсетью, вот, например, карточки товара и характеристики. Это формат, который вы задаете. Если у вас сложная услуга, вы можете последовательно поработать с возражениями. Вы знаете, какие возражения возникают у клиента, и прямо по лендингу, по сайту, по посадочной странице идете, отрабатывая такие возражения, опять же, положительно влияя на конверсию. Как оформлять товары? Наверное, тоже страница простая. Можно посмотреть на любой интернет-магазин, на любую страницу, которая там есть, и понятно, что там должна быть достаточно стройная система, где есть и цена, и хорошие фотки, и хорошее описание в идеале, и, конечно, форма обратной связи для того, чтобы этого клиента либо проконсультировать сразу же, в режиме онлайн, например, либо взять его контакт для того, чтобы потом поработать с ним. Всех клиентов мы переводим в CRM. Если мы на механизме, внутри Bitrix24 есть механизм сайта Bitrix24, сайта 24, когда мы можем создать сайт из конструктора, пожалуйста, в любом формате, и там уже встроены, готовые, есть блоки с обратным звонком, с формой обратной связи, которые сразу же внутри CRM-системы пробрасывают контакты клиента, чтобы его оставить и работать с ними в дальнейшем. Мы можем и обратным звонком пользоваться, повторю, здесь вот на слайде нарисовано, и различными CRM-формами, которые есть, и, например, работая в ВКонтакте отдельно, есть инструменты нативные, когда всплывающее окно сразу же подставляет ваши данные. Вот тоже пользуйтесь, пожалуйста, этим инструментом. У нас внутри Bitrix24 есть интеграция с ВК, готовая с такими формами. Тут плюсы для обеих сторон и для клиента, потому что ему не нужно набирать с телефона свой электронный адрес или телефон, а для вас эти данные уже проверены. То есть соцсеть верифицировала им номер мобильного телефона и почту, и поэтому тут ошибки не будет, вы получите корректные верные данные. Теперь вот вы забрали всех к себе, счастье случилось, накапливаете базу, с которой вам нужно работать, которую у вас больше никто не отберет ни при каких обстоятельствах. Значит, нужно работать с этими клиентами в дальнейшем. Понятно, что привлечение новых клиентов сейчас все дороже. Коллеги писали в чате здесь про аукционы, которые сейчас при перетоке, например, в ВКонтакте достаточно выросли. Может быть, ситуация стабилизируется, и клиентов станет больше, аудитории станет больше, но и рекламодателей, тех, кто хочет забрать эту аудиторию, тоже стало больше. Поэтому даже не тренд последнего месяца или вот этих событий текущих, а тренд много лет увеличивающейся стоимости за привлеченного клиента. Поэтому, конечно же, смотрите на существующих клиентов, с ними работать вам дешевле, они у вас уже есть, вы за них заплатили, все окей, они у вас в базе лежат, они про вас, возможно, что-то знают, а может быть, имеют положительный опыт взаимодействия с вами. Поэтому, конечно же, работайте с вашей базой. Автоматизируйте типовые действия у менеджеров. Очень часто мы, когда слышим, что давайте поработаем со своей базой, менеджер говорит, у меня работы много, да, и я не успеваю еще переключиться на что-то соседнее. Наша большая рекомендация это автоматизация, мы это слово, термин и все эти действия очень любим. Прямо сейчас, конечно же, не раскроем автоматизацию достаточно полно, но я всегда очень рекомендую, вам после вебинара придут партнеры с вопросом, насколько тезисы, мысли, которые сегодня на вебинаре были, отозвались у вас, насколько они могут быть полезны в бизнесе, порасспрашивайте их про возможности автоматизации. Коллеги расскажут вам про классные сценарии, которые действительно сильно облегчают жизнь менеджерам или повышают конверсию. Там и то, и другое в разные стороны работают. Значит, у нас есть такое понятие, как роботы и триггеры внутри Bitrix24. Если говорить вот очень грубо и образно, то роботы – это алгоритмы, которые какую-то работу делают за менеджера или его руководителя. Контролируют, сколько времени нужно на обработку заявки, например, как быстро берут ее в работу. Либо автоматически меняют ответственную или стадию, либо помогают запланировать следующую встречу. Может быть, сервисные роботы для связи с клиентом. То, что клиент написал вам, допустим, в нерабочее время, вы ему оперативно быстро ответили. Или вы простраиваете вот тот самый лид-магнит, клиент прислал вам электронную почту, робот автоматически на эту почту отправил тот самый чек-лист или что вы пообещали за контактные данные вашему клиенту. Дальше. Работайте с конверсией, которая есть у вас. Улучшайте работу внутри вашей воронки. Это можно сделать автоматическими инструментами или ручными. Если мы говорим про автоматические инструменты, то это аналитические отчеты. Мы можем посмотреть, с какой конверсией работает каждый менеджер. Сравнить его со средней, сравнить его со своими коллегами, соседями. Лучше или хуже он работает с той же самой воронкой, с теми же самыми клиентами. Мы можем опуститься глубже и послушать записи разговоров или почитать чаты, где у вас менеджер общается, либо в чатах, либо в телефонных разговорах, или и то, и другое, и сделать вывод, где он силен, где ему нужно немножко помочь, подкрепить его аргументами. Или он не совсем здорово обрабатывает возражения, нужно помочь ему с типовыми ответами на возражения, чтобы он спокойнее проходил эти этапы и эти фразы от клиента и нормально реагировал, шел дальше. Можно анализировать эту воронку продаж опять же в статистике. У нас есть отчеты, прям отдельные категории, можно разную-разную аналитику смотреть. Ну и еще один слайд, который с немножко пугающими цифрами, значит, если вы не работаете с повторными продажами, давайте так, ну понятно, что вы теряете. Вот сколько теряете, тут немножко нарисовано, можно потом будет посмотреть, но то, что теряем, ну однозначно понятно. Как работать с текущей аудиторией? У нас внутри, еще раз повторюсь, что есть такой инструмент работы с аудиторией, называется он CRM-маркетинг. Когда мы собрали базу, мы эту базу сегментировали. Ну, мы так предполагаем, что мы ее сегментировали. То есть, когда мы забираем контакт клиента, мы же его наверняка спрашиваем, задаем ему некоторые вопросы. Из какой он отрасли, если это B2B? Если это B2C, то к какой услуге условно у него был интерес? Если мы продаем, давайте так опять, корма для животных, то для кого там, для кошки, для собаки, для енотов, для кого мы должны предложить ему следующую партию корма. Если это детские товары, то не знаю, какой возраст детей у него сейчас есть, чтобы мы правильно предложили следующие товары, сформировали для него предложение. И вот таким образом мы эту базу сегментируем. Если мы понимаем, что сегментов очень много, давайте так, не сегментов, признаков, если признаков очень много, то понятно, мы все автоматически не заполним. Нам нужно заполнить ключевые, мы выбираем условно пять ключевых признаков, по которым здорово мы делили аудиторию. Для чего мы дальше делим аудиторию? Для того, чтобы прийти ко всем петербургцам, которые совершали покупки за последние четыре месяца с каким-то специальным предложением. Для того, чтобы прийти ко всем, не знаю, жителям Йошкаралы под 8 марта, разделив их на две аудитории, там, гендерно, к мужчинам и к женщинам, одним, сделав предложение напрямую, порадуйте себя, вторым, сделав предложение, порадуйте свою вторую половину или своих ближайших женщин в окружении. То есть, вот таким образом, чтобы по всей базе не спамить, мы сегментируем их и приходим к ним через разные каналы, через e-mail, через звонки, через мессенджеры, возможно. Пожалуйста, есть даже голосовой обзвон. Тут всегда рекомендую посмотреть, как бы вы отреагировали на такое предложение по голосовому обзвону, потому что автоматом звонят, либо что-то напомнить, вот нормально воспринимается, не знаю, это у вас завтра вебинар, хорошо, спасибо, хотя можно смс-кой было. А еще есть голосовые звонки, когда ваша задолженность составила, или напоминаем вам, что что-нибудь там, открылась стоматология какая-то, поэтому тут очень осторожно с этим инструментом. Все остальные инструменты автоматические и персональные есть внутри. Выбрали сегмент, пришли к нему. Еще один инструмент внутри BITX24, порекомендую, прям отдельный слайд сделал по нему, это генератор повторных продаж, когда вы такой сегмент выбираете, и начинайте по нему работать сейчас. Это можно отдать менеджерам, скажем, у нас сегодня в проработке те, у кого в следующем месяце день рождения или какой-то праздник. Например, мы агентство, которое проводит праздники, и мы говорим, давайте мы выберем всех, у кого в следующем месяце день рождения, и тогда придем к ним с каким-то специальным предложением поговорить. Приходите к нам, и вот у каждого менеджера есть такой список звонков, по которому он идет и отрабатывает текущую базу, делая повторные продажи, надеюсь. Еще один классный инструмент это эффективность рекламы, отслеживание вообще эффективности всей воронки. В той же самой аналитике мы можем посмотреть, как конвертируется на разных этапах воронка, а можем посмотреть от начала возникновения клиента в воронке до его финала. То есть CRM знает, и откуда пришел клиент, если мы рассказали об этом, да, из какого канала, по какой рекламе возможно. И она знает финал, продал менеджер что-то клиенту или не продал. Поэтому здесь мы можем посмотреть, какие каналы классно работают или скорректировать свои действия в каналах. Если мы запускаем немножко неправильную рекламу, как неправильную, клиенты по ней покупают хуже. Мы можем скорректироваться и посмотреть. Вот мы скорректировались вот так. Теперь статистика другая, теперь покупают лучше и ответить на этот вопрос соответственно. Про приложения. Больше полутора тысяч приложений есть у нас в маркете. Мы его называем VITREX 24 Market Plus. Это приложения, которые создают партнеры. Там есть очень разные варианты от типовых настроек CRM, то есть от типовой CRM для какой-то отрасли, до точечных функций, которые нужно добавить. Там, не знаю, чат-бот, который напоминает что-то. Или какой-то функционал коннектора к другой социальной сети, которого у нас по умолчанию нет. Много-много интересных вариантов. Если вдруг вы не находите тот, который вам нужен, есть партнеры, которые могут разработать под вас приложения, если это критически важная часть вашего бизнес-процесса привлечения клиентов или в обработке клиентов. Но вообще большое количество приложений можно посмотреть по коннекторам, точно там достаточно много всего. Слайд такой ближе к финальному. Есть несколько тарифных планов у VITREX 24. Начать можно с самого простого. Если вы сомневались, стоит ли начинать CRM или нет, видел вопрос предварительный, что у меня сейчас нет CRM-системы и с чего бы мне начать. Начните с самого простого. Нужно завести аккаунт в VITREX 24. Это совершенно бесплатно. Вот, пожалуйста, вы заводите его, вы осматриваете, что есть. Подключаете каналы, которые существуют у вас сейчас в VITREX 24. Начинаете накапливать базу и отстраивать воронку продаж. Дальше уже партнеры помогут вам освоиться. Может быть, сразу предложат вам какой-то классный, хороший вариант автоматизации полной. Может быть, вы будете двигаться постепенно. Тут уже обсудите, пожалуйста, с коллегами, которые придут к вам и поговорят. Я сегодня поговорил про VITREX 24. Достаточно быстро, в сжатом формате. И я не по всему функционалу прошелся, потому что VITREX 24 инструмент комплексный. Он помогает работать не только с клиентами. Мы посмотрели на CRM, посмотрели немножко на сайт и посмотрели на автоматизацию. Ну, как посмотрели? Обозначили, что они существуют. Да, я подробно не рассказывал функционал, показал возможности. У нас есть еще большая часть, которая называется совместная работа и работа по задачам и проектам. Это то, как организовать работу внутри своей команды. Очень классные инструменты, но сегодня не про них. Что, наверное, самое важное в моей презентации, делая такое резюме, вывод из того, что есть, повторюсь, что при работе с клиентами сейчас критически важно понимать, что вы не берете клиентов в аренду у какой-то площадки. А задача любого бизнеса – сделать так, чтобы клиент оставался с вами навсегда желательно. Поэтому нам нужно получить его контакты, сохранить их в CRM-системе, но это только первый шаг. А второй шаг – научиться системно работать с той самой базой, которая у нас сохранилась. Это на самом деле очень важный инструмент и очень важный шаг, который может в тяжелые времена, когда приток новых клиентов ослабевает, или когда турбулентность, или когда стоимость привлечения несопоставима сейчас с нашими доходами. То есть мы не можем позволить себе массовое привлечение из аукциона или из каких-то других инструментов. Мы можем планировать свою выручку на текущей базе, на старых клиентов. И понимать, что мы всегда останемся с продажами, всегда есть с кем работать нам. Это вот два таких больших тезиса, все остальное – небольшие детали. Друзья, огромное спасибо за то, что были с нами. Я сейчас подсмотрю немножко в чат, есть ли вопросы, на которые я быстро смогу ответить. Сколько каналов в бесплатном облаке? Не могу точно на память сказать, сколько каналов. Посмотрите, пожалуйста, есть в описании, можно у коллег спросить, ключевые каналы, к которым можно подключиться, которые есть в бесплатном тарифе. Да, там действительно есть разделение. Некоторые есть только в платной версии, некоторые есть в бесплатной версии. Надо посмотреть на память, количество не помню, к сожалению. Так, ну вот вечный вопрос к финалу. Будет ли запись? Да, друзья, запись будет. Мы поделимся со всеми, кто сегодня был на нашем вебинаре записью. И это первая часть выступления, и вторая общую запись мы пришлем на почту. Специально для этого ничего делать не нужно. Получите письмо, посмотрите на него, можно будет пересмотреть запись еще разок. И коллеги, которые сегодня отвечали на вопросы, большое спасибо коллегам, кстати. Видел, что большинство вопросов достаточно оперативно снимается. Спасибо большое вам. Коллеги придут к вам с вопросом, все ли вам понравилось на вебинаре, и что из мыслей, которые на вебинаре сегодня прозвучали, к вашему бизнесу может относиться в ближайшем будущем. Что может помочь вам, что может усилить бизнес, что может увеличить конверсию, что может упростить работу вашим коллегам. Не забывайте спрашивать про автоматизацию у них, потому что сразу же все не рассказать. А если вы расскажете задачу, то коллеги предложат вариант автоматизации, интересный, хороший, который может помочь действительно бизнесу сейчас. Друзья, огромное спасибо. С вами прощаюсь. Всем удачи.